Добрый день, Анна Николаевна, добрый день, коллеги. Спасибо за теплые слова и представления. Разрешите поделиться нашим опытом применения телемедицинских консультаций. На сегодняшний день Краснодарский край является третьим по численности населения субъектом Российской Федерации. Состоит из 44 муниципальных образований. На нашей территории функционируют 220 медицинских организаций. Ежегодно на Кубани впервые регистрируются более 25 тысяч новых случаев злокачественных новообразований. И на протяжении многих лет показатель онкологической заболеваемости в регионе выше среднероссийского на 9%. На диспансерном учете на сегодняшний день у онкологов состоят чуть больше 150 тысяч пациентов. Наш край, в отличие от Карелии, Забайкалья, более густонаселенный. По протяженности немножко меньше, но тем не менее очень большой. Для организации профилактики ранней диагностики специализированного лечения пациентов с онкологическими заболеваниями в крае функционирует трехуровневая система медицинской помощи. Она включает 56 первичных онкокабинетов, 19 центров амбулаторно-онкологической помощи, 9 диспансеров, онкоотделения двух взрослых краевых больниц и одной детской. Всего в медицинских организациях региона для лечения больных с онкологическими заболеваниями развернуто 1783 койки. Из них 1306 круглосуточного стационара, 377 дневного стационара для взрослого контингента больных, а также 100 детских стационарных койок. Как мы знаем, весь процесс от скрининга и выявления опухоли до диспансерного наблюдения проходит ряд этапов. И на каждом из них в крае применяются телемедицинские консультации. С целью повышения доступности и качества медицинской помощи по профилю онкология и гематология для обмена специализированной медицинской информацией, в августе 2020 года на базе нашего диспансера был создан центр телемедицины. Это структурное подразделение диспансера, называется отдел телемедицинских технологий и мониторинга высокотехнологичной медицинской помощи. В штате на сегодняшний день у нас 4 сотрудника, но мы чувствуем, что с течением времени нагрузки возрастают. Я думаю, что в ближайшее время будем расширяться. В задачи нашего отдела входит реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности медицинской помощи взрослому населению по профилю онкология и гематология путем организации и проведения телемедицинских консультаций. Выполнение рекомендации пункта 14 приказа 116 Н об утверждении порядка по онкологии, по организации телемедицинских консультаций при определенных кодах МКБ и МКБУ. Оперативное принятие решения в сложных клинических ситуациях посредством телемедицинских консультаций и маршрутизация пациентов на оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в медицинские организации федерального подчинения. Кроме этого, сотрудники отдела оказывают консультативную помощь врачам, онкологам, гематологам, как нашего диспансера, так и врачам ЦАОПов, первичных кабинетов и других медицинских организаций региона по вопросам маршрутизации онкологических пациентов. В своей практике мы руководствуемся довольно большой и обширной нормативно-правовой базой, которая представлена на слайдах, я не буду на ней подробно останавливаться. В крае действует региональный приказ по телемедицинским консультациям, внутренним приказом нашего диспансера, главного врача, у проведения телемедицинских консультаций у нас определен порядок проведения, закреплены ответственные специалисты, консультанты по направлениям работы, обозначены сроки выполнения телемедицинских консультаций в регионе. Телемедицинские консультации осуществляются через информационную систему регионального уровня Кубань Онлайн. К сожалению, возможности ее ограничены по передаче данных в части рентгеновских изображений и гистосканов. И в настоящее время у нас тестируется новый ресурс, запуск которого предполагается в течение ближайших месяцев. У нас существует тариф на телемедицинские консультации. Этот тариф УМС составляет 440 рублей. Разграничений по консилиумам либо консультациям нет. Все консультации у нас проходят исключительно в режиме врач-врач, как правило, в отложенной форме. Но, тем не менее, мы обеспечиваем круглосуточную возможность проведения телемедицинских консультаций. В дневное время этим занимаются сотрудники нашего отдела. Это с 8 до 16 часов, а в выходные и праздничные дни, а также в вечернее время, в случае необходимости выполнения экстренных запросов, эту функцию выполняет дежурный персонал и дежурный администратор. Наш отдел оснащен всем необходимым. У нас есть автоматизированные рабочие места поликомы для осуществления видеоконференц-связи. На этом слайде представлена динамика, проводимых диспансером региональных консультаций. В 2022 году мы провели 847, и из них 527 – это были решения врачебных консилиумов. Также дистанционно мы консультируем КТ, МРТ-изображения. И такие консультации позволяют правильно и своевременно маршрутизировать пациентов в зависимости от возможности тех или иных медицинских организаций, которые находятся рядом с пациентом, либо это нужно будет их маршрутизировать в центральной больнице. На сегодняшний день остается достаточно сложный вопрос по координации взаимодействия между специалистами, разрабатывающими план терапии каждого конкретного больного. И специалистами, которые непосредственно обеспечивают пациентов своевременным и эффективным лечением. Особенно в случае, если необходимо задействовать лекарственные препараты сразу из нескольких источников финансирования. Перед врачами на местах очень часто встает вопрос, из какого источника финансирования пациент получит лечение, в какой медицинской организации. Ведь необходима координация между, это касается только нашего края, где есть 56 медицинских организаций, которые обеспечивают льготное лекарственное обеспечение, 27 медицинских организаций, работающих в системе УМС и 3 в рамках ВМП, а также у нас есть центры проведения клинических исследований. Так вот, с целью максимального повышения доступности лекарственного лечения больных со злокачественными образованиями, в 2020 году на базе нашего диспансера был создан и успешно функционирует координационный отдел лекарственного обеспечения, который и владеет всей необходимой информацией, ведет реестры пациентов по льготам, формирует заявки, контролирует отгрузку лекарств, регулирует нагрузку на ЦИОПы в зависимости от их возможностей, а также консультирует пациентов химиотерапевтического профиля, как очно, так и посредством телемедицинских технологий. Наши два отдела работают в тесном взаимодействии, решая задачи эффективного лекарственного лечения, улучшения качества жизни пациентов со злокачественными образованиями. Результатом работы стало сведение к нулю в 2022 году жалоб наших граждан на горячую линию Министерства здравоохранения Краснодарского края по вопросам лекарственного обеспечения онкологических больных. Вот такая у нас особенность в крае, и мы хотели этим опытом поделиться с вами. Значит, количество проводимых телемедицинских консультаций с намецами также увеличивается из года в год. Если на начальном этапе мы проводили всего около 300 консультаций, то за 22-й год их количество выросло до 1080. Это говорит о высокой потребности. Этот момент, если говорить простым языком, раскусили как наши пациенты, так и врачи. Для врачей это бывает крайне актуально. Пациенты с каждым разом хотят все больше и больше. В год консультируются некоторые пациенты по несколько раз. И уже даже в некоторых случаях нет возможности им в этом, собственно говоря, отказать, даже если нет особых оснований. Кроме консультаций по лечению пациентов, мы также активно сотрудничаем с референс-центрами по вопросам лучевой диагностики, патоморфологии, молекулярно-генетических исследований. И что касается патоморфологии, молекулярно-генетических исследований, в основном это медицин-онкологии имени Петрова, за что мы вам крайне благодарны. Это огромная помощь, это огромный вклад в персонифицированную медицину. Это огромное количество выполнения тех исследований, которые, к сожалению, на территории края выполняются в ограниченном количестве, либо не выполняются совсем. Кроме того, у нас на территории нет некоторых технологий. Это выполнение БСЛУ. Мы маршрутизируем больных посредством телемедицины в МИЦ Петрова и в МИЦ Блохина. Но в ближайшее время, думаю, что мы сократим поток, поскольку начинали внедрение. У нас в диспансере уже сделаны первые операции по этому поводу. Вот, собственно говоря, все, что я хотела сказать. Если есть какие-то вопросы организационные, я готова ответить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!